Бытие глава двадцать шестая Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти. Благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался голоса моего и соблюл, что мною заповедно было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал, — Это сестра моя? Потому что боялся сказать, — Жена моя, чтобы не убили меня, — думал он, жители места сего заревеку, — потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимилех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой женой своей. И призвал Авимилех Исаака и сказал, — Вот эта жена твоя, как же ты сказал, она сестра мне? Исаак сказал ему, — Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Но Авимилех сказал, — Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимилех повеление всему народу, сказав, — Кто прикоснется к этому человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодезы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимилех сказал Исааку, — Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодезы воды, которые выкопаны были во дни Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, — Наша вода! И он нарек колодцу имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодезь, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Реховох. Ибо сказал он, — Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал, — Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его Ифихол, военачальник его. Исаак сказал им, — Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Они сказали ему, — Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, — Поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршество, и они ели и пили, и, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодце, который копали они, и сказали ему, — Мы нашли воду. И он назвал его Шива, посему имя город тому Беэр Шива до сего дня. И был Исаав сорока лет, и взял себе в жены и Ягудифу, дочь Безра Хиттиянина, и Васимафу, дочь Елона Хиттиянина, и они были в тягость Исааку Ирвекке. Продолжение следует... Субтитры головой...